Ну что ж, всем привет, друзья! С вами Джинс, и сегодня мы продолжаем играть в Mountain Blade Пророчество Пендера. В прошлом эпизоде мы взяли сложное задание Теневого Легиона для того, чтобы наказать ребят из Сорлеона, потому что в последнее время каким-то образом они начали набирать обороты, потому что поначалу их было очень просто захватывать, они не делали никаких военных походов, они как мне не противодействовали, а сейчас они что-то такие, мол, Джинс, хватит, чувак. У нас тоже есть гордость, я не знаю, и, короче, начали на меня нападать, начали забирать Эвендор обратно, поэтому я взял сложное задание Теневого Легиона, они мне дали легионеров, дозорных, и теперь я хожу, ломаю, собственно говоря, ребра всем вассалам с Орлеон, для того, чтобы проще было с ним потом разбираться. Еще, ребят, я теперь не буду сразу же отпускать ребят, которые у меня в плену, я буду их забирать в плен, относить в Ларе и бросать в тюрьму, короче говоря, потому что я их сразу отпускаю, за это получаю там каких-то 5-6 тысяч, но при этом они потом обратно набирают силы, это такой, знаете, какой-то замкнутый круг, короче говоря, меня это не устраивает, так что теперь будем действовать более разумно. А я отправил ребят на военный поход, почему я все время путаю военный поход и повышение права на трон, вот, я отправил своих соратников на повышение права на трон, по идее сейчас не придут, не знаю, придут ли новые вассалы, но тем не менее нам в этом эпизоде как минимум нужно уже в четвертый раз захватить Эвендор, в этот раз я надеюсь уже до конца, потому что если уже они обратно захотят его захватить, то я закину туда гарнизон, отдам лица Алдерану, скорее всего, потому что вассал, которого я последним нанял, у меня с ним уже минусовые отношения, поэтому как-то не хочется восстанавливать с ним отношения, там уже что-то около минус 10 с ним, короче, пофигу, я не буду давать ему феодов, если он захочет, пусть приходит на военный поход, не захочет, пусть просто сидит, если он уйдет, то он идет без феода, поэтому, в принципе, да и плевать на него, кстати, он бежит на меня, Монтевар, Монтевар, ну ты серьезно, Монтевар, сейчас я посмотрю, у меня уже, получается, заработано славой 113, и есть еще 11 дней до завершения задания, нужно получить 215 известности, на самом деле, за 20 дней получить 215 известности довольно тяжело, потому что с каждым сложным заданием известности нужно все больше и больше, а противников не так уж и много, ну ладно, посмотрим, я, в принципе, не расстроюсь, даже если мы не выполним сложное задание, моя задача была получить бесплатных легионеров, ну давай, Монтевар, кстати, с Монтеваром у меня десятка отношений, но это все равно недостаточно, чтобы он был моим вассалом, ага, но обычно я веду дела в открытую, верно, что кто-то из ворот, так, понятно, понятно, может мы сейчас сможем его переманить, что вы думаете о королях, лордах и политике, можно выполнить совещание в связи других, так, как относитесь к королю Олярику, да здравствует нам многие лета, ну, прости тогда, чувак, прощайся со своими ребрами, я хотел по-хорошему, ладно, в атаку, Центурионы, я думаю, быстро разберутся, потому что это топовые бойцы, сейчас у нас такой, знаете, типичный отряд, сплошные Центурионы, даже я в Центурионской броне, поэтому все должно быть здорово, все должно быть клево, хотя кто знает, так, ну что, пускаем первую кровь, ребята уже убегают просто, не знаю, успеем ли мы на этом эпизоде сражаться еще на турнире Нолдеров, потому что я уже жду не дождусь, когда я выбью наконец-то Куалисса с турнира Нолдеров и просто-напросто пойду, зачарую свое оружие, свой рунный топор и, короче говоря, буду уже точно всех уничтожать с одного удара, так, ну что, ну, короче, должно быть все в порядке, вот он, колющий удар, даже убить не смог, короче, преимущество этого топора, это, конечно, рубящий удар, колющий здесь никуда не годится, вот жаль, почему он не может, знаете, такой топорик, который разрубывает все на своем пути, я так один раз замахал, все так, бац, там, четверых сразу загребает, это было бы прекрасно, мне кажется, имбалансно, да, читерно, ну, прикиньте, какой был бы Эбик, ты так просто бежишь, так пятерых сразу, кстати, Центурионы все равно умирают, так что Монтевар не так просто, как я думал изначально, что-то в нем есть, какие-то бойцы что-то знают у него в отряде, но с Центурионами он вряд ли справится, так что они его там мясом просто задавят, несмотря на то, что его больше, у него там, ребята, в дерево упираются, поэтому Центурионы таких действий не делают, тем более еще Грандмастерца Синевого Легиона знает, знает, как с топоромцем обходиться, правильно? А многие, кстати, писали в комментариях, мол, Джинс, убери три счета и возьми лук, ребята, я вам показываю, я 30 в рейсе уровень, и сильный выстрел у меня 0, сейчас, чтобы получить уровень, мне нужно просто, там, 4-5 эпизодов играть, чтобы получить один уровень, мне уже нет смысла прокачивать сильный выстрел, друзья, потому что я потрачу на это очень много времени, от этого не будет толку, сейчас более правильно прокачивать харизму и качать лидерство, чтобы потом я мог набирать просто очень много народу в отряд, когда я прокачаю рыцарей Джинсляндии вместе с Теневыми Легионерами, когда я захвачу Цесс, я, скорее всего, Цесс заберу себе, и буду там еще собирать Теневых Легионеров, рыцарей Звонкого Призыва, все это стакать, вообще, мне кажется, лучше все города, в которых находятся ордена, себе забирать и потом просто гонять с этих орденов забирать лучших бойцов, то есть они там остаются в гарнизоне, я их забираю, и это такой, знаете, круговорот классных бойцов, это здорово, вот. Так, ну что, Монтевар, ну отныне ты у меня в плену, дружище, вы получили 20 известных, как-то маловато, честно говоря. Так, броня за 20 тысяч, ничего себе. Броня за 10 тысяч, ну неплохо. О, кстати, смотрите, с моим-то флагом броня, ну моя покруче будет, так что тут у меня вообще топовые брони. Кстати, знаете, что вы мне еще написали в комментариях, друзья? Так, ну понятно, что опыт разделился с отрядом, ну 50 человек я уж точно вендор не захвачу, так, рыцарь и льва. Вы же меня не трогаете, правильно? Принять предложение? Неа, до свидания. Честь уменьшается, вот это вот фигово, видите, когда вам предлагают, то сразу же честь падает, и это очень плохо. Так что сейчас я бы его в тюрьму закину, в Ларрия, и знаете, что я сделаю? Я отправлюсь... А, Див вернулся, я уже спугался, что на меня кто-то напал. Вы получаете право на власть, а как раз-таки Див, да, повышал мне право на власть? Ну окей. А я зайду в Ларию, значит, гарнизон. Посетить таверну, управление городом, построить тренировочный полигон. Подождите, почему я не вижу здесь управление гарнизоном? Так, княжество душа империя подошло к концу, лорд Кадерн, что ты хочешь, что в моем городе? Войти в замок, смотреть город, посмотреть таверну, выйти на арену, на торговую площадь, управление городом. Здесь есть управление гарнизона. А, я же сейчас играю за теневых легионеров. Вернее, я же взял сложное задание. Все, я понял, в чем проблема. Я думаю, я не выполню это задание, на самом деле, хотя, ну сколько у меня есть? Десять дней. Мне нужно за десять дней получить, ну, кстати, довольно восемьдесят славы, или что-то около того. Это сложно сделать, считывая то, что сейчас уже в Сорлеоне поменьше бойцов. Я думаю, можно подзабить на это задание, на самом-то деле. Кто это такие? А, это рыцари Джинсляндии. Здравствуйте, ребята. Так, а это кто? Лицалдер, а нет, Боадис. У Боадис 221 человек в отряде. Ничего себе. Боадис-то может. Так, Фирцвейн. Все подходят к концу. Все какие-то там мутки. Это только княжество Джинсляндия бегает без дела. Лорд Андре. Ну, куда же ты бежишь, чувак? Пять и пять, пять и один. Ну, прости. Тут уж Толян себя догонит, дружище. Долго буду бежать, но догоню. Здравствуй, здравствуй, Андре. Так, что, наедине побазарим? Не хочешь, как хочешь, что уж там. Кто не базарит с Джинсом наедине, тот получает поломанные ребрышки, к сожалению. Вот, сейчас мы сгоняем в замок Джинсляндии, и я постараюсь там прокачать свою корону. Да, до максимального грейда. Я хочу посмотреть, что она будет из себя представлять. Просто, понимаете, ходить в короне намного пафоснее, чем ходить в шлеме Центурионов. Такой, знаете, типа, подождите, да этот парень король. Давайте, пожалуйста, не будем, наверное, его трогать. Пусть он просто разрубит нас надвое топором. Надеюсь, все будет происходить именно так. Так, посмотрим, если там характеристики у короны будут хотя бы похожи с моим шлемом, то, возможно, буду носить корону. Просто нужно быть на пафосе. Нужно показывать всем, что ты король, чтобы все знали, с кем они имеют дело. Не зря же у меня, в конце концов, есть корона. Продавать я ее уж точно не собираюсь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот как бы, вот, было бы очень здорово, если бы на то самое сложное задание давалось неограниченное количество дней. Чтобы я такой, ну, типа, там, месяц мне дается, там, два месяца. Я просто хожу себе, всех разношу, бесплатные бойцы, бесплатная известность. Это же здорово. Да, уж, конечно, когда меньше народа, то я вообще их не ощущаю. Сейчас, я надеюсь, мы заберем его в плен. Давать мы его не будем. Так. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, ребята. Да ладно, не умер, что ли? 45 урона. Рунный топор, походу, обточился слегка, туповат стал. Что это за дэмэдж? 45 урона с рунного-то топора. Как так-то? Так, а ну-ка, давайте в прыжке попробуем. Ну, хотя там много народа, вряд ли получится. Да, я уже даже бить не стал, потому что далеко он слишком находился. Все, как мы их? Еще не все. Ах, нифига себе, таких еще шестеро, они убегают, да, небось? Эх, был бы я поближе, может быть, догнал бы. С лошадочкой-то нолдеров. Кого угодно можно догнать. Вообще, я не знаю, можно ли в замке Джинсляндии прокачивать корону. Это мне, опять же, написали в комментариях, поэтому я без понятия. Но мы попробуем. Ходить в короне куда пафоснее и круче, мне кажется, чем с шлемом Теневого Легиона. Так, есть. Сумел сбежать. Да вы посмотрите на него. 54 к защите головы. Грубый, открытый бациент Сорлеона. Ладушки, а ладушки, чем? Заберу. 400 динар дается. Ну что, это разве, это разве кэш? Так, ну хорошо. В ларию я не могу отправиться. Это значит, что я отправлюсь все-таки в замок Джинсляндии. Заодно, я думаю, я сдам там это задание. Пофигу на отношения. Что? На отношения с Невым Легионом. Так, опа. Это что? Какой-то парень трогает мой торговый караван? Ошибка, ошибка, дружище, ошибка. Никто не смеет трогать мои торговые караваны. Так вот, я, наверное, сдам это задание Теневого Легиона, потому что, ну, я не успею забрать эту известность. Вот. А на отношения с Невым Легионом мне, честно говоря, плевать, потому что сейчас у меня уже отношения с Невым Легионом там... Ну сколько, если я даже провалю задание? Ну будет 90. Ну окей, выполню там какое-то задание с Культом Змеи, с какими-то ребятами. Можно будет даже сейчас выполнить. Это просто делается в мгновение ока. Возможно, нам еще каких-то бойцов дадут. Так что, такие вот дела. Я не помню, какое там конкретно нужно. Ну вот, Культ Змеи я не хочу ходить разносить. А вот там, которые рядом с Цезом появляются, это задание можно запросто выполнить. А еще, мне говорили, что я все-таки могу воевать с Империей. Смысл в том, что в замке Джинсляндии я тоже могу брать задание у Теневых Легионеров. То есть, как бы, не стоит мне помеха воевать с Империей. Но мы думаем пока, что все равно я пока что еще до конца Сорлеон не разнес. Там ребята что-то знают, что-то умеют. Поэтому они борются до конца. Но пока что Сорлеон наш все-таки основной противник. Но я думаю, после Сорлеона ко мне перейдут, возможно, какие-то вассалы Сорлеона. Как раз-таки у меня уже станет больше боевая мощь. Тогда мы уже просто военными походами будем захватывать целые стаки государств. И будет уже попроще. Караванщик, ну прекрати, ну что ты. Не за что, дружище. Так, теперь сохраняемся, да? Отправляемся, собственно, в замок Джинсляндии. Надеюсь, по дороге на меня не нападет каких-то там 2000 рыцарей Джату. Я на фаст-тревеле просто пролечу по-быстряку. Сколько там дней, получается, осталось? 7 дней, да? Ну, можно. Знаете, если бы я разнес каких-то 300 человек, например. Нет, 300 нолдеров это не про меня. Да не будет мира, друзья. Вот, империя здесь гоняется. Нординские рыцари. О, отряд культозмей. Ну ладно, пока что мы подзабьем на него. Я хочу прокачать свою корону. Дозорный от него у Легиона, да? Можно же брать у них задание? Сейчас заодно и проверим. Так, ну этих нельзя. А у себя можно? Так это же тоже дозорный. Здесь нельзя брать задание, ребята. Так что пока что еще непонятно с этим Цезом. Возможно, здесь где-то спрятан Центурион. Я не знаю. Нет, он не спрятан. Эти двери, если что нельзя открывать, то я знаю. Может быть, кто-то напишет в комментах, типа, Толян, ты че? Там двери, в них хоромы. Так, ну давайте закупим уже хавки, раз уж у меня две рыбы осталось. Хорошо, что я пришел сюда. Вяленое мяско, конечно же. Рыбка, конечно же. Хлеб, конечно же. Фруктики. Пшеничка. Ой-ой-ой. Капусточка, слушайте. Да даже мяска. Все, все. Мяска уже нельзя. Это, я думаю, блин, 22 тысячи. Не стоит. Мои бойцы, конечно, такой брони. Но много денег. Короче... А, у него всего 9 тысяч. Если надо к нолдерам идти, чтобы это все продать. Это все, квартмейстер. Так, ты, значит. Меня интересует безопасность моего лица. Мне же невозможно улучшить ваш шлем. А, ну хорошо. Сейчас, подождите. Дубль 2. Если вот так вот. Это корона не особо паустная. Вот у короля, по-моему, Сорлеон великая. У него огромная корона. Я надеюсь, что если я ее прокачаю, то она улучшится. Знаете, это было бы очень здорово, на самом деле. Сейчас посмотрим, насколько я могу ее улучшить. И сколько это стоит. Так. Королевская корона в неплохом качестве. Она могла бы 30 дней, чтобы улучшить. Да поехали. Так. Патруль ордена. Не, не, все. Здесь меня все интересует. Но видите, здесь нельзя брать задание от него в Легиона. Так что, ребята, не правы вы, к сожалению. Так, теперь мы забежим в Лакрай. Продадимся там. Я хочу все-таки продать усиленную броню. Да, она клевая, но черт побери. 22 тысячи, ребят. Биг кэш. Еще зайдем сейчас в замок Щитодоблести. Посмотрим, что там. Прокачались там мои бойцы. Здравствуй, Лакрай. Устроит внезапную атаку. Да я же не суицидник. Вы чего? Здравствуйте, Анаулдер. Блин. Был бы Нолдеров свой язык? Я бы выучил пару слов. Я такой на пафсе заходил. Там что-то типа, ну ладно, я не знаю. Я ничего не придумал. Так, да приступим. Не, не приступаем. Ты там что делаешь? Я уже забываю, что кто-то здесь делает. Где торговец-то? Ты же торговец. Да, Нолдерские вещи. Цена, конечно. Вот это пафосная броня, конечно. Ну блин. У меня хуже моей. Ну ее можно прокачивать опять же, понимаете? Давай. 20. А так у него нет 22 тысячи. Он типа не особо богат походу. 60 в защите головы. Кольчужный. Какой-то хаучбек или что это вообще такое? 6 в защите ног. Да не такие уж они крутые на самом деле. Ну-ка. 4700, 700 брони. Сопротивление 22, сопротивление 20. Размер 100, так размер поменьше. Зато здесь скорость больше. Еще не представляешь такой скорость. У счета 38. Так это все похуже моего. У него не хватает денег для того, чтобы купить мои товары. Вы можете представить? Это же вообще. У кого же мне теперь товар-то продавать? Давайте хотя бы вот это все попродаем, что ли. И то уже я... Да ладно. Вот так вот давайте. Кидал оба, видите? То есть торговец Нолдеров. Торговец Нолдеров. Почему он не хочет отдавать мне свои тайны? Дай мне свои тайны. Я хочу тайны. Он не хочет мне давать свои тайны. Ты дашь мне свои тайны? Все. Женщин бьем. Все как надо. Так, ладно. Тогда эта броня создана для того, чтобы кому-то ее подарить из моих спутников. Потому что... Потому что ее нельзя продать. Я не хочу отдавать 10 тысяч каким-то ребятам левым. Так, ну что там? Что там? Как поживает мой орден Джинсленди? Расскажи-ка мне. Так, давай обозик, конечно. Угу. Улучшить вооружение моих рыцарей-новобранцев. Рыцарь-новобранцы с лошадьми бегают? Нет? Я вот не помню. А, лошадей я им уже улучшил. А у них мечи, да? Не очень. Хорошо. Рыцарь-новобранцы. Ах-ха-ха. Оружие получше. Что там? Я двуручные топоры им давал. 98 тысяч. Ребята, 98 тысяч. Но это слишком дорого. 41 тысяча, это еще куда не шло. 68 тоже дорого. Но это рунный топор, конечно. А почему я не могу? Вот рунный полуторный меч. Посмотрите, это же клево. Ну, этот за 9 тысяч я же, типа... Ну, блин, 68 тысяч. Ладно, давай, давай. Вау, вот это топор, конечно. А его можно вообще на коне использовать? Да, против щитов. Ну, давай, что уж там. Прокачивает, так прокачивает до конца. Да, давай приказ. 68 дней, обалдеть. Так, а сержанты-новобранцы? Около 10 дней еще щит Ордена Дракона будет, да? Ну, мы сейчас их прокачаем как следует. Интересно, вот... Нет, нет, какой закрываем шахту? Я не сумасшедший. Мне сейчас хочется посмотреть. Эти ребята, которые... А, блин, опять не могу смотреть гарнизон. Короче, нужно пойти отдать это задание. Я уже хочу со своими бойцами бегать. Давайте сгоняем в Цеза. Доели мне немножко теневые легионеры. С ними слишком много функций пропадает. Блин, конечно, 60 тысяч. Ну, ладно. Ладно, для своих ничего не жалеем. Зато потом у нас будет Орден, который будет уничтожать все и все. Я хочу посмотреть. Эти ребята сразу же становятся там с рунными топорами, с прокачанным всем или все-таки нет? Сколько там еще ждать-то? 4 дня. Кто это? Ох, армия культа змей. Извините меня. Но у меня 4 дня заслуженный отдых. Давайте я скипну. Чего ждать-то? 4 дня. Я думаю, вам не особо весело смотреть будет. Да не будет мира. Сорлеон не будет. Так, ребята, пока я сидел, пока я ждал, буквально через 20 секунд после того, как я решил скипнуть, подошел ко мне Сигизмунд, который вернулся, который прокачивал моих бойцов. Ну, господин командир, я наконец-то нашел вас. Я был занят тренировкой в твоих рыцарей новобранцев и сержантов новобранцев. Хотите ли вы узнать подробности? Да. Расскажи, как идет физическая подготовка. Вот рейтинг силовой тренировки. Увеличена сила с 1 до 23. Нифига себе. Так, хочу узнать о их навыках. Навыки верховая езда с 1 до 4. Вау. Железная кожа с 2 до 5. Отлично. По оружию что? Вот. Вот, они становятся сильнее. А сержанты-новобранцы? Ну, сержанты послабее, конечно. Но все равно. С возвращением, друг. Давайте кого-то еще отправим их прокачивать. Что на этом останавливаться-то, слушайте. Ну, вот, например, кто у нас сильный? Сэр Рейн. Нет, Сэр Рейн слабый. Алистер. Вот Алистер может. Алистер, значит, я хочу у тебя кое-что спросить. Не хочешь? Так. Давай 4 недели, чтобы они были еще сильнее. Вот. Ох, ох, ох. Будем прокачивать орден. Он у нас станет просто зэбэстер. Рунный топор за 60 тысяч им дал. Они вообще должны всех уничтожать. Так, да. Я все еще жду, ребята. Я все еще жду. 4 дня мне нужно ждать. Так что ждем. За Монтевара. Предложили мне 13 тысяч. Не хочу портить честь. Так что, блин, почему-то я нажимаю ждать. Короче, скипаю запись. И постоянно что-то происходит. Давай уже своего Монтевара сюда. И все еще ждем, короче. Сижу я, ребята, короче, такой в цезе. Сижу-сижу. Ничего не подозревая. И такой бац. Леон страх нападает на цез. Меня это не волнует, если честно. Но, по идее, сейчас, если мы завалим 700 бойцов, я хочу вот так вот сделать. А, атака отбита. Все, что ли? А я не хочу, честно говоря, париться с этим. С ним сражаться. А, вот так вот можно сделать что-то. Ну, прости, чувак, прости. Ну, прости меня, синевой легион. 92 отношения. А я успею сбежать вообще? Да, успел. Пусть они там осаждают цез. Меня это не волнует особо. Легион страха. Тысячи человек в плену. Это очень серьезно. Мой отряд у меня, да. Ну, конечно, мой отряд слабенький, слабенький. Но воины пендра, я хочу сейчас пойти в замок щита доблести и посмотреть все-таки. Посмотреть, что стало с моими бойцами. Так, куда ты хочешь, чтобы я пришел? Да, я, конечно, приду, но не приду. Так, 4-то забирайте. Забирайте уже своих вассалов. Черт с вами. Замок щита доблести. Вот, кстати, хочу сюда вот зайти, во-первых. Наконец-то я могу... Да, подождите, управлять гарнизоном я хочу. Подождите, я же вроде бы отдал их, нет? Ну, ладно, типа, пускай здесь сидят пока что. Ага, сквайр-разбойник, приспешник Красного Братства. Где мои рыцари звонкого призыва? Воины таинственных гор. Все кто угодно, кроме тех, кто мне нужен. Хотя, может, я их пропустил, но, короче... А, вот они, девичья, ко мне. И вы тоже ко мне. Сильных я себе забираю. И пусть тут и так тусят, им, короче, нормально. А что меня интересует? Хочу посмотреть, как... Лесли с возвращением, конечно же. Право на власть, кстати, я получил еще. Меня интересует вот в щите доблести. Покажите ко мне... А, вот, да, они сразу с топорами, да, походу, короче? Скажите мне о своих навыках. Вот, 40-го уровня, ребята. Помните, какого уровня они были? А я могу еще и имена менять. Новый сержант ордена. Я назову его... Это сержант, это ж сильнее, да, по идее? Так. Сильные? Джинсята. Отлично. Что-то, по-моему, не поменялось название. Ой-ой-ой, у меня что-то лагает. Что произошло? Что произошло? И тебя, походу, случайно вышел. Я испугался. У меня кто-то напал в своем собственном замке. Короче, ладно, пофигу. Расскажите мне о своих навыках. А, нет, смотрите. Новый рыцарь, Джинсляндия, посильнее. Будна, ох, как у них появятся руны. Сейчас еще их прокачат. Я, короче, их сделаю такими мощными, что... Прям вообще. И разместить гарнизон. Вот они, рыцари Джинсляндии. Да. Ребята, да. Это оно. Они сразу, короче, становятся на лошадках. Которых я им купил. Короче, я их сейчас очень сильно прокачаю. Потом заберу к себе. И они будут у меня разносить все и всяк. Короче говоря. Хорошо. Хорошо. Кстати, тем временем. 25 октября. Мы возвращаемся, наверное, в Элокрай. Я очень хочу получить Куалис. Да не будет мира. Не будет. Не будет. Не будет. Никогда не будет мира. Нет, будет, когда я вас захватил. Когда я вас захвачу, тогда и будет мир. Ладно. 25 октября. Я думаю, можно немножко подождать. Опять же. Все. Я делаю это скип. Но не знаю. Не вижу смысла вам на это смотреть. И мы еще раз поучаствуем в турнире Нолдеров. Давайте, ребята. Пишите в комментариях. Выпадет мне Куалис или нет. Если вы досмотрели до сюда. Но не перематывайте. Пишите в комментариях. И вот ставки 50 на 50. Хотя нет. Маленькие шансы упадения Куалис на самом деле. Культ Змей был уволен из ЦС. Вау. 11 тысяч. Как раз таки сейчас рыцари Джинслянди в замке Щитодоблести. Их становится больше, больше, больше. И за все это время я их прокачиваю. Я их прокачиваю. Их становится больше. Вы понимаете масштабы? И потом я так приду и заберу оттуда 100 топовых рыцарей. Которые будут ломать ребрышки. Всем просто очень и очень хорошо. Да не буду... Господи, какие же они прям назойливые. Ладно. Ждем, короче, до турнира Нолдеров. Литл Дерант здесь гоняет молодых вместе с Нолдерами. Так. Ну что ж, ребята. 2 ноября участвуем на турнире Нолдеров. Дело в том, что только что какой-то Дьюк осадил Ларию. Но я думаю, мы сейчас быстро поучаствуем на турнире. Я на всякий случай сохранюсь. Потому что я не знаю, время идет или нет. То, что я не хочу пропустить турнир Нолдеров. Сейчас мы быстро выполним турнир Нолдеров. Сгоняем в Ларию. Посмотрим, кто там вообще посмел Ларию это захватить. Там же вроде нормальный гарнизон. Тем более, там где-то рядом должны рыцари Джинсляндии ходить. О, еще, кстати, что интересно. Эти рыцари Джинсляндии прокачиваются в реальном времени. То есть... Смотрите. Я, значит, в щите доблести прокачал рыцари Джинсляндии. Так, так. Интересно. Они становятся сильнее. То есть, вот там бегает 150 рыцарей Джинсляндии. Они в реальном времени тоже стали уже помощнее. Там, типа, всех развозят. Вот. Так, а, все, победка. Хорошо. Меч и щит. Это же и лошадка. Вот это самый идеальный билд, когда тебе дают меч и щит и лошадку. Тут, мне кажется, невозможно проиграть. Это же меч и щит и лошадка. Вот когда тебе дают лук, знаете, и против тебя 5 человек. Да-да-да. Так, меч и щит, лошадка. Это слишком имбаланс. Учитывая то, сколько у меня силы там и владения оружием. Тут без шансов, господа Нолдеры. Ай. Так, ну давайте, друзья. Все. Хорошо. Благородный рыцарь Нолдеров. Ух, скоро у меня еще. Потом, когда мы будем участвовать, знаете, будут лишние коализы. И мы такие бац-бац. Я даже попал в кого-то с луком. Можете себе представить? Но мое, наверное, все-таки более дубиночка. Поп по башке-то надаем от первого лица. Почему нет? Давай-давай. Ладно, все, я передумал. Я просто не понимаю, как обороняться от первого лица. В какую сторону. Очень неудобно. Так, вот вправо. Ай, там еще сзади парень был. Влево. А, он слева и справа одновременно бьет. Он вот один на один. А, нет, их двое все-таки. Тихо. Да, спокойно, ребята. Ну, нет. Так, есть. Есть. Кто там еще остался-то? Зеленый. И это мой же парень, да? А, нет, это два противника. А, нет, зеленый это мой все-таки. Ну, хорошо. Дайте мне тогда... Я не знаю. Ты в меня стреляешь, что ли? Ты обалдел, что ли? Так, ну, ладно. Решил в меня стрелять. Давай, попробуй. У меня счета еще нет. Ай-яй-яй. Доставай, доставай дубинку. Чувак, нет, 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 нет. Я не хочу умирать. Я не хочу, не хочу, не хочу. О! Доставай дубинку, боец. Все, с дубинкой-то посражаемся. Дубинка, это... Это я люблю. Давай, дружище, давай. До свидания. Ну, прости меня. Так бывает. Так, пятихаточка на джинсы, ребята. Хорошо. Опять дубинка, да? Ну, ладно. Хотя бы лошадку дали, слушайте. 66 еще не упал. Да ты посмотри на этого боевого Нолдора. Да ладно. Сколько у тебя здоровья, это дружище? Да ладно. У него что, больше сотки, что ли? Рыцарь Сумерек Нолдора. Это, походу, вообще типа самый-самый. Потому что, ну, я его очень долго долбил. Конем 11 урона нанес. Еще 24. Еще 33. Да не за что. Не за что, дружище. Пятихаточка. Дайте Куалис. Там уже скоро это все закончится. Ладно. Джинс-массовщик. Сюда, сюда. Давайте сразу дубинку я достану. Ну, чувак, я верю в себя, что ты попадешь. Но мы же все знаем правду. Давай дубинками. Вот, с дубинки это хорошо. Так. Ну, почти, почти. Ну, Рейнджер Нолдоров. Твое это лук, чувак. Все же мы это понимаем. Так, ну все. Понятно. У него лошадка, у него меч. У Джинса ничего. Нормально. У Джинса лук. Лук кайф. Ну, ладно. Я не расстраиваюсь, скажу честно. Все равно парень врезается в стол. Поэтому еще лошадку твою оседлаешь. Что прям на пафосе. И что мне дали? Древние латы Нолдоров. Ну, нет. Ну, что это? Смотрите-ка, подожди. 64. 24. Так эти латы лучше моих. Обалдеть. Я нашел броню лучше своей. Офигеть. Смотрите. 4 к защите головы. У меня 0 к защите головы. 64 к защите тела. Класс. Класс. Я даже не жалею. Я нашел броню лучше своей. Обалдеть. Еще бы сапожки какие-нибудь пафосные. Эти сапожки меня уже бесят немножко. Они не смотрятся. Я ожидал. Чертов эстет. Вау. Пафосно, пафосно. Ребята, посмотрите. Что у тебя есть за вещички-то? Получше ботиночки какие-то. Ну да, но чуть похуже броня. А ну-ка. 36. Ладно, пофигу. Я не настолько эстет. Ну вот я бы взял вот эти. Ну посмотрите. Оно прям кайф такой. Серый рыцарь. Ладно, мы найдем в любом случае ботинки получше. Возможно, у моего друга в ларии. Так, поехали. Да, понятно. Я поднял там 4000. Кто там ларию-то осадил? Сейчас посмотрим, сколько вас. Я надеюсь, там не целый военный... Господи. Вот это, конечно, жарко будет. Ну ладно, ребята. Оборона лари будет уже в следующем эпизоде. Так, Дженс любит закончить на самом интересном. Если этот эпизод наберет 600 больших пальцев вверх, следующий эпизод я сделаю часовым. А на этом все. Пока, ребята, и удачи вам. Всего хорошего. Встретимся в следующем эпизоде. Не забывайте подписываться на канал и в паблик ВКонтакте. Конечно, пока-пока.